Те, кто танцевали и двигались, молодцы, спасибо. Те, кто стоял, еще будет возможность, не стоим. Не можешь танцевать некрасиво, просто прыгай. Вы сейчас чувствуете, как родные все становятся потихоньку? Вечером отсюда уходить не захотите? В клуб пойдем, ага. Те, кто полгода уже не танцевал, поздравляю. А? Тем более. Сейчас мы, наверное, начнем. Я поотвечаю вам на вопросы, чтобы было понятно, потому что возникают вопросы, которые пока непонятны. Чем больше ты смотришь видео, тем больше ты понимаешь, что вообще ничего не понятно, что там происходит. меня очень сильно цепляет, если честно, вопрос взаимоотношений с родителями, особенно с мамами, потому что тут у нас подарки небольшие. нужно будет сделать селфи, отметить меня там в комментарии, не в комментарии, в этом, в посте. Короче, пост, который наберет большее количество лайков к вечеру, мы очень книги эти раздадим. Подходите к волонтерам, показывайте, и потом еще объявим и вытащим. С мамами материнская любовь Некрасов к прочтению рекомендую прям всем, потому что все вопросы идут от матерей. Материнская любовь Некрасов – это тема, которая касается всех. То я сын, то я мама, то я дочь, и что с мамой делать, непонятно. Наше общество, оно то ли из-за того, что мы постсоветские такие, воспитанные совершенно иначе, или как-то это. Вот в этом вопросе затык очень большой. Мы очень сильно зависим от мнения мамы, которая нам кажется, что она нас любит. Почему я говорю, что кажется? Потому что то, что она делает со своим ребенком, если бы она любила, она так бы не делала, наверное. То есть это, если мы будем нырять в корень вот этой проблемы взаимоотношений мамы и дочь, особенно, и мама, сын – это чудовищный эгоизм мамы. Это не любовь матери к дочери или к матери к сыну. Это чудовищный эгоизм матери по отношению к себе. Что я буду без него делать или без нее? Это на самом деле ужасно и приводит к очень большим последствиям в вашей жизни, ну и в нашей жизни, в моей жизни. Из этих уз, из этой материнской любви надо выпрыгивать. В нецивилизованных обществах, вот кому сейчас уже, наверное, 60-70 лет, это люди, которые росли сами по себе. Они как трава росли, их никто не воспитывал. Это сегодня сложно представить. Он ушел куда-то, что-то там поел весь день и пришел обратно. Сейчас мы своих детей, которые в двухтысячнике, которые, мы их залюбливаем, заметили, да? То, что я наблюдаю, то, что с людьми происходит, да? За последние вот 7 лет, это 8-й год, это… Я работаю с людьми, и в год у меня примерно где-то по тысяче человек, это индивидуальных сессий. Я очень много работаю, если вы посчитаете, это в среднем где-то 7-5 человек в день примерно. На самом деле это в среднем 5-7 человек в день, это где-то у меня было максимальное количество индивидуальных сессий за сутки 16 человек. И если есть психологи, вы знаете, что больше 3-4 человек в день не рекомендуют вообще разговаривать. Ну, в смысле, на приеме. Я не знаю, откуда у меня эта работоспособность такая великая. То ли я деньги люблю, то ли людей, не понял я еще. Поэтому, вот, и у всех, вот каждому, наверное, десятому эта книга не нужна. 9 из 10 человек страдают вот от этой материнской любви. Поэтому рекомендую к прочтению, потому что будете читать, будете слезами умываться, потому что это будет, вы найдете свою модель поведения здесь практически все.